Мы начинаем новый цикл лекций, посвященный Скинии и Храму. Запишите, Скинии и Храм. Скинии и Храм, такая у нас тема будет. Вообще, зачем нам это нужно изучать? Многие говорят, что Танах, это, как говорят, Ветхий Завет, он обветшал, и там ничего хорошего для нас нету, но это были какие-то образы, но мы этого сейчас не должны соблюдать и не должны вообще в этом сильно углубляться. И вещи, которые касаются Скинии и Храма, даже сейчас моя жена читает, она говорит, мне очень трудно. Я вот просто читаю чисто автоматически, она читает сейчас книгу Левит, и у меня вещи, ну, эти жертвы, может, кажутся однообразными, правда? Непонятными, малопонятными. Вот, но, во-первых, это Божьи все заповеди, да? Помните, как мы говорили о недельной главе, которую сейчас вот мы изучали, она называлась ТЦВ, да? Что прикажи, прикажи, что ЦАВ означает приказ, да? ЦАВА – армия, где издают приказы, и МИЦВА – у нас в русском языке переведено как заповедь, ну, заповедь я что-то заповедовал, ну, можете делать, можете не делать, да? Но вообще МИЦВА – это переводится как Божий приказ, да? И есть Божий приказ о создании Схинии и храма, да? Есть Божьи приказы о жертвоприношении, о системе молитвы в Схинии и храме, о законах для священников и так далее. И хотя сейчас такого храма мы не видим, да? Но некоторые заповеди, продолжают они действовать сейчас, да? А жертвоприношение продолжает действовать? Продолжает, потому что мы имеем жертву Ишуа Мессия, совершенную жертву, правда? А сами мы должны жертву приносить, да? Не козло и барану, но жертву Господу дух сокрушенный, то есть есть определенные вещи, которые продолжают сохраняться. Есть вещи, которые были только для данного храма, есть вещи, которые должны происходить в нашем сердце. То, что делается, да, все это не просто дедушкины обычаи, бабушкины там обряды, но что? Если мы делаем и выполняем, прикладывая к этому свое сердце, да, то происходит нечто не только в физическом, но и в каком мире? В духовном мире. И не зря некоторые заповеди, которые относятся к храму, они относятся сейчас к чему? К субботе, да? К субботному служению. Каждый суббот может сам иметь собственный храм, иметь собственный алтарь в своем доме, правда? И это замечательно. И мы царственное священство, мы цари и священники. Значит, для нас эти заповеди священников действительны? Да, видите, фарисеи сделали многие плохие вещи, многие хорошие вещи сделали. И то, что каждый из нас чувствует себя священником, да, и это, я думаю, что очень хорошо. Итак, посмотрим о значении, о символическом значении и вообще в общем значении храма. Храма, это у нас как бы первая часть, да? Значение храма – Искиния. Значение храма – Искиния. Смотрите, Бог, Он не у рукотворенных храмов живет, правильно это? Бог – это не есть какой-то идол. Вот даже буддизм, хотя буддизм, в принципе, это скорее философское учение, но у китайцев там есть такие идолы, будды. И знаете, что они их? Они их кормят, там берут кашу рисовую, помазывают им рот, да? Они их одевают на какие-то буддистские события, даже вот большие статуи Будды одевают какие-то одежды. Они приносят им жертвы, идолам и так далее. Как вы думаете, отчего это происходит? Что вначале произошло – служение Богу или служение идолам? Да, сначала служение Богу. Но некоторые думают, что христианство – это, ну вот, служили идолам, а потом пришел Моисей, да? И эти жертвы, которые приносили идол, перенес на служение Богу. Но в действительности все это служение идолам – это все просто отражение. Отражение того служения, которое требует к себе Бог. И давайте попробуем разобраться, действительно, где живет Бог, как вот можно найти место сосредоточения, нужно ли для этого специально ехать в Святую Землю, чтобы получить Божье откровение, или мы можем получить в каком-то любом месте, правда? Давайте подумаем. Мы, помните, уже разбирали, и я напомню, что у Бога, ну, есть такие качества, да, говорят, атрибуты. Ну, это не значит, что мы Бога анатомируем, но все-таки можем говорить об определенных качествах Бога, да? И слышали о таких вещах, как трансцедентность и имманентность, да? Трансцедентность. Транс, а слово «транс» – корень «транс». Трансцедентность и имманентность. Можете с одним «м» писать. Если вы по-украински пишите «имманентность». Трансцедентность и имманентность. То есть, Бог, Он везде сущ, да? Он есть везде. Помните, мы говорили, вот это, в этой ручке есть Бог? Бог, да. А эта ручка есть в Боге? Да, в нас есть Бог. И мы есть в Боге, да? Если есть какое-то место, где нету Бога, значит, Бог не везде сущий. Поэтому есть место престола Божьего, допустим, и есть ад. Да? Шеол, как мы говорим. Вот слово «ад», «гадис» – это греческий. Греческая терминология. Шеол, да, бездна. Или потом «озеро огненное», «гена огненное», куда будут брошены грешники. И там они отделены от Бога. Но есть там Бог или нет? Есть. Но там что, Бога? Очень мало, да? А есть какое-то место, присутствие Божие, да? Где находится Бог, где находится трон Божий, престол Божий, да? Херувим, который там находится. Вот, Серафим и там ангелы вот эти летают с крыльями, да? То, что было в видении. И как вы думаете, где это место находится? На небесах. Хорошо. И говорят, вот на Луне космонавты видели, Бога не видели. Хотя Армстронг там что-то видел, у него там целую религию создал, но он и Бога видел. Армстронг был такой, космонавт. Да, это не только Трубович был, Георгий, но и космонавт Армстронг. Так, как вы думаете? Вот летали космонавты, Бога не видели. Есть Бог на небе? Но какое это небо? Третье, четвертое, седьмое. Ну, оно имеет вот здесь какую-то реальность. Мы можем указать точку возле звезды Сириус. Там в пяти парсеках располагается Божий престол. Нет? Правда? То есть, видите, место расположения Бога – это какое-то новое измерение. И вот интересно, что и в Торе мы можем найти, и в Талмуде в особенности, вот эта множественность миров. И даже вот сейчас современные физики говорят, что миры, они похожи как грозди, как грозди винограда. А есть эта идея в Талмуде? Сферот, да? Сферот. Сфера или слово цифра. Цифра, то есть перечисление. Но там дается другое символическое значение. В Талмуде есть очень хорошие вещи, но есть неправильное их толкование, вы знаете. Но есть место, где находится Бог. Я не знаю, где оно находится. В нашем измерении, не в нашем измерении. И там есть, находится Божий престол, и там есть, находится Божий дворец. И как мы говорим, это что есть? Скиния Божия. Это есть в Танахе, да? Вот, что когда пришел Моисей на гору, он сделал потом скинию, какого? По образу, который именно показал Бог. Ну, вы сами понимаете, что наши материальные предметы и все вот эти кожи, которые делались там в скинии, это только похоже, нечто похожее на то, что он видел, да? Мы не можем себе представить, что это такое. Не видел того глаз, да? Не слышал от того уха, что предоставил Бог любящим его. Но можем иметь какой-то образ, да? Вот некоторые вещи мы можем образно представить, и некоторые вещи мы можем представить символически. Мы будем говорить о том, что такое символика. И по этому образу, да? И есть в Новом Завете посланник евреям. Моисей что создал? Создал скинию, да? И позднее храм, хотя были некоторые отличия от скинии, он тоже создавался по такому образу. То есть, есть какое-то место, которое называется Божьим престолом, да? Божьим престолом. Когда Бог творил мир, он как бы отделял, отделял от себя часть этого мира, она становилась материальной. Но в отличие от других вещей, есть много различных легенд о создании мира богами. И боги там создавали людей, как будто как роботов каких-то. В отличие от этого, мы знаем, что Бог, Он свое творение любит. Почему? Потому что в своем творении Он заключил самого себя, да? Вы любите самого себя. И Бог самого себя любит. И Бог любит человека. И человек, в отличие от всей другой природы, да, он создавался по образу и подобию Бога. То есть, в нем есть нечто более высшее сосредоточение божественности, чем, например, в этой ручке, да? Согласны, что в человеке божественного больше? Вот образ подобия Бога. Эта ручка не является образом подобия Бога. Собака, обезьяна, она является образом подобия Бога? Не является, да? Бог, когда создавал человека, он тоже создал из земли, да, тоже из материальной. Поэтому генетически, может быть, у нас генов 95% общих с этой обезьяной. Да? Но чем человек отличался от обезьяны? Бог вдохнул в него что? Дух свой, да? И стало быть, у Бога больше в человеке. Нечто божественное живет в человеке, даже если он безбожник. Даже если он не признает Бога, он все равно с самого момента своего зачатия намного-намного отличается от всего Божьего творения. Поэтому вот есть такие понятия. Трансцеденция. Транс означает через. Транс, через, да? Это греческий или гребеский корень. Трансляция и так далее. Значит, транзит, да? Через что-то. То есть, с одной стороны, Бог где-то далеко, да? Он живет в храме, он царь, он управляет всем этим миром, и человек может прийти к Богу, как к царю, падая перед ним низ. Это правильно? С другой стороны, имману. Имманентность, да? Им. Им. Это что означает? Сы. Сы, да? Им. Значит, имману. Ану, это значит мы, да? Имману. Где Бог? С нами. Имману. Эль. С нами Бог, да? Даже фашисты писали, да? С нами Бог, да? Вот, мыд, унс. Иммануэль. Отсюда имманентность. То есть, Бог с нами, и Он даже где находится? В нас. В нас, да? И мы, как говорит Писание, храм Бога Живого. И будем сравнивать строение с химией и человеческого тела. С одной стороны, мы, храм Бога Живого, мы, как община свидетелей Израиля, да? И с другой стороны, каждый из нас и человеческое тело, как сравнивают апостолы, это что? Храмина. То есть, ну, какая-то маленькая такая вот, маленький такой храмик. Да? Хижина. Хижина. То есть, сука. Сука, мы говорили, да? Помните, хижина дяди Тома будет сука. Сука шель. То есть, имманентность. Бог где живет? С нами и внутри нас. И поскольку Бог живет с нами и внутри нас, мы можем иметь встречу с Богом где? Везде. Да? И с другой стороны, община является местом сосредоточения Бога. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, где говорит Бог, я посреди них. Има. Има, хем, да? Посреди их. Посреди их. То есть, Бог посреди людей. Шахина Божья. Есть выражение присутствия Божьей, называется шахина. И она связана, мы будем уже, когда говорить о терминологии, со словом мешкан. То есть, место, где присутствует Бог. И так, во всем мире есть Бог. Так, где еще есть Бог? На престоле своем. Там, где Он находится. Да? Вот, где еще Бог есть? В каждом из нас. Да? И где еще Бог? Там, где собирается община Божья. Да? И там, где собирается община Божья. И Бог заповедал еще, видите, я что буду? Вселюсь. Или поселюсь. С них, да. С ними. Поселюсь с ними. То есть, с общиной Израиля. С общиной верующих. Да? То есть, любое место, где живет Бог. Но есть еще какое-то особое место, которое Бог заповедал. Это мы видим в книге Исход. Да? И это Скиния, да? Мешкан. И место Божье присутствует, где самое святое святых. Да? Где находится Ковчег. Да? И знаете, что такое Ковчег? Это первый мобильный телефон. Вы знаете, что мобильный телефон вообще изобрели евреи? Еврейская фирма Моторола. Я помню вам, когда рассказывал, да, о том, что Херувим, и что Ковчег заряжался энергией определенной. И когда приходил Моисей, он слышал оттуда откровение Божие. Но такой мобильный телефон носили не в кармане, а носили с собой священники. Да? То есть, вот этот принцип отделения и освящения. Принцип отделения и освящения. И что вначале осветил Бог? Видите, когда творил Бог мир, Он что сотворил сначала? Пространство или время? Он сказал, да, будет свет. И стал свет, да? И свет был, да? И ночь. День один. Ям-эхад. Там, да. То есть, сначала Он, да, сотворил, как бы, свет, да? Свет. Но свет начал распространяться в пространство. И пространство было неорганизованное. А потом пространство Он стал Бог организовывать на второй день. Да? И собрал воды в одно место, и сушу в другое место. И как вот это сосредоточение, куда Он собрал все воды, как это названо? Миква, да? Помните? Да, миква. Миква. Водоем. Да? Кав означает сосредоточение. Сосредоточение, да? Май-кав. То есть, май – это воды, кав – сокращение. Это сосредоточение вод, получилось миква, да? Сосредоточение вод, получилось миква. И вот, смотрите, в самом начале было что? Вода, да? И Дух Божий витал над водами. Да? И Бог отделил и создал землю. И земля – это что? А-да-ма. И это тоже корень имеет слово А-дам. Да? И дам – кровь. И вот, смотрите, когда мы… И что еще был? Дух Божий, да? Который Он не просто носился, да? А где? Над водой, да? Мерахефет. Помните, мы говорили, это судно на воздушной подушке. В современной иврите. То есть, Бог был над водой. И вот, когда мы берем, смотрим, Скинию, например, и храм, там используется сколько жидкостей? Три жидкости. Вода. Используется? Так. Вино. А вино – это символ чего? Да, радости. И еще крови. Вино использовалось белое или красное? Красное вино, да? Вот. И еще что используется? Елей масла. Елей масла. Видите? Маем, да? Дам. И что? Рох – Дух Божий. И они три свидетельства об одном. И мы эти вещи, которые мы видим в Скинии образно, мы это видим при самом сотворении мира. Но потом Бог создал в шесть дней мир, и что сделал он в субботу? Да, фочевал, но он не просто фочевал, он прекратил свою работу, да? Вот это называется шаббат, то есть прекращение, прекращение всякой работы. И потом он что сделал? Он отделил, да, мы говорим, благословен ты, Господи, Бог наш, царь вселенной, который отделяет тьму от ночи, да? Святое от будничного. Он отделил. Потом он что сделал? Благословил. Благословил. То есть особое дал какое-то благословение этому седьмому дню. И что он еще сделал? Осветил, да? Мэ-кадэш. Освящение. Мэ-кадэш. Кадэш. Значит, кидэш. Это он осветил, да? Кидэш. Прошедшее время. Это глагол, это глагол длительного такого времени. Есть, верите, глаголы одноразового времени, да? Я вот сделал что-то, и все, оно уже сделано. А есть глаголы, которые продолжаются, продолжаются и продолжаются. Помните, мы говорим, Господь, царь вселенной, который избрал нас из всех народов и дал нам свою тору, да? И мы говорим, что благословен ты, Господь какой, дарующий тору. То есть, с одной стороны, он один раз осветил, да, и отделил. Но с другой стороны, он освящает и отделяет каждый раз. И видите, слово кад. Слово кад. Это корень. Такой от кадэш, да? Кидэш. Кад – это сосуд. В русском языке, в украинском языке, ну, вы знаете, что украинцы это евреи прошли, да? Я вам рассказывал. Во-первых, очень большое еврейское влияние было на украинцев. Вообще, русы – это украинцы, да? С другой стороны, есть такое предложение, что русы – это потомки евреев. Из колена. Помните, мы изучали об этом, да? Вот. Поэтому в украинском языке особенно много корней еврейских. Будет около 500 корней еврейских. Поэтому, видите, катка, кадушка, да? Маленький сосуд. Значит, сосуд отделяет содержимое от этого мира. В этом мире грязь, а здесь святость и чистота, да? И поэтому освящать – это не светить, да? Там другой коем потребляется, а отделять. Отделять, да? И вот это отделение или освящение святое отделенное, да? И поэтому записывайте. Одна из функций храма, одна из функций храма, и мы говорим о храме – это что у нас? Бейт-мигдаш. Бейт-мигдаш переводится как святилище, или есть еще такой перевод – освятилище. Нам, конечно, это кажется немножко странно, но это еще более, так? Более подходит к этому. Итак, записывайте, это у вас должно быть. Одно из названий храма – значит, бейт-мигдаш. То есть, святилище или освятилище. То есть, место, где святость и отделенность, и чистота Божья где-то более сосредоточены, чем во всем мире, да? Слово Божье и молитва, оно освящает некоторые вещи, правда? И делают их святые. Мы освящены, омыты, очищены словом. Да? Видите? Опять-таки, и есть какое-то место, где есть святость Божья. Видите, Бог вначале сотворил время и пространство. И в иврите пространство и время – это одно и то же слово, да? Олям. Это и вечность, и вселенная. То есть, Эйнштейн ничего нового не придумал. Пространство – временный континуум. Но Бог вначале осветил время. Вот смотрите, у Авраама был какой-то определенный храм, или он там алтарь, или жертвенник с собой носил. Он ничего не носил, правда? Но у него создавал жертвенник, и на это место приходил Господь. Почему? Потому что он освящал этот жертвенник, и здесь была святая жертва принесена, и в этом месте уже сразу святость Божья была концентрирована намного больше, чем в каком-либо другом месте. Видите? Вот эти слова «я памятник себе создал нерукотворный», вот это Пушкин, конечно, немножко себя превозвеличивал, ну, как и всякие евреи имеющие куспу, естественно, да? Но Бог создал памятник какой? Нерукотворный. И это памятник, потому что Бог осветил что? Время. Бог осветил время. И когда Бог создал человека, и Он поселил его в каком месте? Да. Мы говорим «эдэнский сад», да? Ган-эдэн. 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 Так, я по-русски напишу, а потом на ювелите. Эдэн. На ювелите «эн», а не «эн» на конце. Ган. Какой он? Э-эдэн. Ган-эдэн. Сад чего? Наслаждение. Буквально сад наслаждения. Потому что слово «одэн», да, означает «наслаждение». Наслаждение. Хорошо. Сад наслаждение. А теперь подумайте, да, здесь ниже, не «ав», «ган». А теперь подумайте, какое еще слово мы знаем однокоренное со словом «ган». Ма-ген. Так. Еще какое слово? Ха-га-на. Да? Видите? Ма-ген – это «мы», «ми», как бы находиться. То есть «ган» – это был отделенное, освященное Богом место, которым находился святой Адам и святая Ева. Ну, почему там еще святой змей оказался. Но это их проблемы были, да? Но это было особое святое место. То есть вся земля была прекрасна. Но какое-то место было, какое особое. Особое. И Бог это место защитил, огородил от всех остальных. Вот есть русское слово такое – огород, да? Ну, вот «ган» – это, скорее, скажем, огород. А вот «сад», «саде» – это в доеврите «саде» – поле, да? То есть он не просто посадил человека где-то в поле или где-то в каком-то лесу, да? Он создал особое место, где был человек. И хотя сохранялась природа хорошая, в общем-то, во всей земле, вот, и было человеку обильно, можно было питаться и так далее, но когда Бог отделил человека, и что потом человек потерял святость, и он что? Лишился этого сада. Он оказался в будничном месте. То есть, видите, вот этот принцип отделения. Вся земля, она была прекрасна, и вся земля находилась под Божьим водительством, под Божьим покровом, но была одна точка на земле, особо святая. И человек с этого святого места перешел куда? В будничный мир, да? Видите, «маген» – это что? Защита. «Хагана» – да, «маген» – защита, защитник или щит. «Хагана» – это что? Оборона. «Хаган» – это что? Можно сказать, что «Хаган» – это был своего рода храмом земли? Правда? Но потом из этого храма Адам был изнан. И все, последующая история человечества – это есть возвращение в этот храм. И когда мы уже увидим откровение, да, то там мы увидим интересное особое место, что там будет небесный Иерусалим, то есть будут люди жить на всей земле, да? Будет небесный Иерусалим, и Иерусалим какой? Земной. И земной Иерусалим, он будет такой же иметь святость, как небесный Иерусалим. И в земном Иерусалиме находился храм. Но в том Иерусалиме, который будет на новой сотворенной, обновленной земле, сказал Бог, створю все новое, да? И там что, будет храм? Храма там не будет, потому что сам Господь будет там храмом, да? И так Господь будет жить в Иерусалиме, он будет там храмом. Но Иерусалим – это и есть восстановление вот этого Ганн Эдена? Это и есть восстановление того, что было утрачено, да? И после того, что человек согрешил, ему приходилось приносить жертву. Мы будем говорить о жертвах, о жертвоприношении. И сама система жертвоприношений, она была кем установлена? Богом, да? Сама система жертвоприношений была установлена Богом. И это место, где будет жертвенник, это было место общения с Богом. Было два брата – Каин и Авель. И кто имел общение с Богом? Авель. А Каин, хотя он и слышал голос Божий, но это был скорее голос упрека, правда? Он имел вот такие близкие особые отношения? Нет. Он слышал голос Божий, голос Божий его, так сказать, наставлял, упрекал. Но вот таких близких отношений, поэтому ему было завидно, да? Завидно. Завидно. И из-за зависти он убил своего брата. И у Каина, и у Авеля был храм. Не было как храма. Мы не знаем об этом. Но был какой-то определенный жертвенник. И еще место храма, значит, и центр храма, и все, что происходило в храме, оно вокруг чего было? Вокруг жертвенника, да? Жертвенник, как называется? Миз-бэ-ах. Миз-бэ-ах. Жертвенник. Миз-бэ-ах. Да? Миз-бэ-ах. Хорошо. Жертвенник. Можно сказать, видите, одна функция храма – это место освящения. Место – жертвоприношение. Можем мы сказать? Да? Значит, миз-бэ-ах – жертвенник. И центр в храме – это было жертвоприношение. И служение жертвоприношения, оно было самым главным. Правда? Все остальное происходило как бы дополнение к этому. Без жертвы, карман, мы будем говорить об этом, невозможно было грешному человеку приблизиться к Богу. Да. Итак, первое место храма – это место святости Божьей, где мы можем иметь святость, общение, отделенность. Второе – это место функции храма, где происходит жертвоприношение. Жертвоприношение, которое позволяет нам приблизиться к Богу. Хорошо. И поэтому следующее место названия храма еще называется у нас бейт – тфила. 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 Помните, есть глагол «легит палель» – молиться, да, дом молитвы. И это подтверждено, домом молитвы назывался и храм. Некоторые думают, что только церковь есть домом молитвы. В действительности храм и скини было домом молитвы. Было. Было домом молитвы. Значит, бейт – тфила. Это второе название. Но «легит палель» означает еще, палель означает плела оценка, оценка состояния своего духовного. То есть мы сравнивали себя с теми стандартами, которые говорил Бог, да, оценивали себя. В русском языке молиться означает просить, да. В еврейском языке мы говорили, что это место оценки. И когда человек видит, что что-то не так, он пытается восстановить свои отношения с Богом. Опять-таки посредством чего? Посредством жертвы, да. Посредством жертвы. То есть молитва, жертвоприношение – это обязательно всегда присутствовало в храме. И поэтому второе название – бейт – тфила. Еще. Когда мы говорили о функции защиты, есть такое слово – битахон. 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 Это назначает упование. Мы это переводим как упование. Битахон – это находиться внутри чего-то. Как Средиземное море называется? Ямтихон, да. То есть место Средиземное. Битахон – упование. Вот блаженный человек, уповающий на Господа, есть такой псалом, да. Упование на Господа. Но уповать на Господа – это что означает? Идти внутрь Господа. Внутри Господа. Мы находимся под Божьей защитой, да? Вот. Поэтому есть министр, министр безопасности в Израиле. И он называется Сар-битахон. То есть упование, безопасность – это одно и то же слово, да? Сар-битахон. И еще когда мы делаем, что молимся за кого-то или за народ – это место ходатайства, да? Значит, место упования, место безопасности – следующая функция храма, да? И еще место ходатайства. Когда мы ходатайствуем за народ, священник ходатайствовал за народ Израиля? Да. И еще ходатайства в храме за народы мира. Да. Помните? Есть специальное служение. Вот на Суккот. Это на какой день Суккота? На восьмой день Суккота. Когда приносились жертвы за все народы мира, да? Итак, место упования, место ходатайства, да? Место ходатайства – храм. И было ходатайство за все народы мира. Потом, когда стоял храм, да, то особо исходила святость с храма на Иерусалим, а из Иерусалима – на все народы мира. И так как мы храм Божий, то, естественно, мы должны ходатайствовать и за друг за друга, и за наши общины верующих, да, и за весь мир. Вот. Следующее – это, можно сказать, смотрите, место исцеления. Место исцеления. Помните, одна из функций храма было исцеление от проказа. Правда, прокаженных не пускали в святой двор, но в храме для прокаженных была специальная комната. И есть такая заповедь. И есть такая заповедь, что если прокаженный, значит, там происходят какие-то определенные вещи, сейчас не будем говорить, он должен что? Показаться священнику. И, кстати, Иешуа придерживался этому? Да. Хорошо. Еще две минуты, да? И Иешуа придерживался этого. И говорил, да, покажитесь священнику. То есть место, где мы исцеляемся. Место, где мы исцеляемся, да, Бейт-Халим – это больница. А вы знаете, что при храме было специальное место, не в самом храме, а рядом с храмом, неподалеку в дневном пути, в субботнем пути от храма, было такое место. Бейт-Па-Га. Бейт-Па-Га. Па-Га – это означает наносить поражение. В современном иурите сейчас два слова буквально. Па-Гас – это что? Снаряд. Фу-Ас, да? Па-Гас. Ше-Па-Га – это то, что оно относит к поражению. Бейт-Па-Га – дом больных или дом пораженных. И как мы это называем? Ви-фа-ни-я. Так? Хорошо. На этом пока сделаем перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует...